Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем читать On Top of the World, вторая часть, это Enterprise Elementary, и, так сказать, финишная прямая уже Enterprise Elementary. Итак, ссылка на первую стоит в описании видео, и ссылка на упражнение к первой в описании видео. Здесь я только буду читать, а упражнение буду делать в следующей части. Итак, значит, так, с чего бы начать? Значит, On Top of the World, ещё раз себе напоминаем, что это заглавие с юмором, то есть у него может быть двойное дно. С одной стороны, это на вершине мира, потому что они в Арктике, насколько я помню, а с другой стороны, это как бы это на седьмом небе от счастья, тоже как вариант. Ну, в общем, предоставляется решить нам, то ли они от счастья на седьмом небе, то ли они на вершине мира, как бы и то, и другое. Значит, эпизод называется The Rescue. Rescue – это спасение. Значит, в первой части, и точнее, в начале, и здесь тоже они попали в какую-то аварию, в общем, их сейчас будут спасать. Mayday, mayday, it's no use, the radio isn't working. Source – бесполезно, радио не работает. Значит, mayday – это source, сигнал бедствия, можно говорить source, можно как угодно, в англоязычных странах mayday популярнее, кстати. It's no use – бесполезно. Иногда люди ещё говорят it's no good. Это то же самое абсолютно. Обращаем внимание, что не useless, а no use. Можно ли говорить useless? Теоретически можно, но no use в таких случаях говорят чаще. Well, at least we have landed safely. I'm sure someone will come and rescue us. Ну, мы хотя бы приземлились безопасно. Я уверена, что кто-то приедет и спасёт нас. Значит, ну, что у нас здесь? Значит, landed – приземлились. И обращаем внимание, здесь present perfect. Не зря, потому что они только что приземлились. Далее, вот это at least. Его могло не быть вообще. Его можно переводить хотя бы или как минимум. Тоже как вариант. Далее, I'm sure и всё такое. Обращаем внимание, не зря стоит I'm sure. Дальше у нас will. Это классический случай предсказания будущего от фонаря, как говорится. То есть, это мой личный opinion. И поэтому стоит will, а не going to. То есть, не факт, что вообще кто-то приедет нас спасать. Но, тем не менее, я в этом уверена. Yes, but there is a lot of smoke coming out of the engine. We would better get out of here quickly. Да, но из двигателя валит очень много дыма. Лучше бы нам отсюда выбраться побыстрее. Итак, there is a lot of smoke. Если дословно много дыма. There is, не переводим. А далее coming out of the engine. Если дословно много дыма, выходящего из двигателя. Ну, почему бы и нет? Можно и так это понимать. Coming out здесь это не continuous. Здесь это present participle. То есть, какой? Выходящий. И далее очень хорошая фраза. We would better. Это would. Вот это d. We would better get out. We would better get out. Можно было иначе сказать. We should get out. То есть, она дает совет, скажем так. Вот что здесь имеется в виду. И причем такой совет довольно настоятельный. Brr, it's freezing cold out here. Ох, здесь такое холодина. We have to find a way to keep warm. Let's try to make a tent with some of our things. Нам нужно найти способ согреться. Давайте попробуем сделать палатку из чего-нибудь, что у нас есть. Значит, we have to. Нам придется. То есть, давление внешних обстоятельств. У нас уже было два модальных глагола. Would было. Ну, по сути, который заменял should. И теперь у нас have to. То есть, нам придется. Это мы должны, по идее. Но мы должны, потому что, в общем, такая ситуация. Далее, хорошее выражение вот это. Find a way to чего-то. Найти как чего-то там. Но имеется в виду найти способ как. Потому что way это способ. Далее. Freezing cold. Холодина. Дубарина. Если было просто холодно, она бы сказала it's cold и все такое. Но здесь freezing cold. И далее out here. Здесь. Почему нельзя сказать просто here? Потому что здесь это после того, как они вылезли из самолета. Поэтому out. То есть, как бы здесь снаружи. Вот как было бы правильнее это говорить. Далее. Try to make attention. Ну, здесь, в принципе, все ясно. Значит, ага. To keep warm. Согреться. Если дословно, это было бы правильнее сказать. Сохранить тепло. Можно, в принципе, и так. Сохранить себя в тепле. Далее. Обращаем внимание, что у нас with. Сделать палатку из наших вещей. Но получается, как бы с какими-то нашими вещами. Oh, no. A huge polar bear. Quick. Someone help me. О, нет. Огромный полярный медведь. Быстро. Помогите мне кто-нибудь. Так. Значит, что у нас здесь? Ну, в принципе, здесь все лежит на поверхности. Huge это огромный. Можно enormous говорить, но про зверя как-то enormous говорить не очень хорошо. Поэтому huge самое то. Polar bear. Без комментариев. Полярный медведь. Ну, и здесь остальное все лежит на поверхности. Далее. Bang. Bang это то, что у нас бабах. Или пиф-паф. А, what's that noise? А, thank goodness. The polar bear is running away. Ой, а что это за шум? Ой, слава богу. Полярный медведь убегает. Значит, what's that noise? Бесподобное выражение. Очень удобное, когда я не поняла, что за шум действительно. И это меня удивляет. Возможно, это раздражает. И вообще, это эмоциональная довольно-таки фраза. И она может значить все, что угодно. За этим могут стоять любые эмоции. Но в любом случае, это как бы внештатная ситуация. Thank goodness. То же самое. Thank God. Слава богу. И далее. Running away is running away. Убегает. То есть, в данный момент, прямо пока она это говорит. Едем дальше. Thank you. How did you do that? Спасибо. Как вы это сделали? We've got special noise makers. У нас есть специальные шумелки. Далее, noise makers. Здесь можно дать волю своей фантазии. Переводить, как кому больше нравится. Шумелки, трещалки, хлопушки. Ну, я думаю, что... Ну, я даже не знаю, как это лучше сказать. Шумовые какие-то эффекты, что-нибудь такое. Ну, шумелки почему бы и нет. Кто мне запретит. И едем дальше. Let me introduce myself. I'm Andy Wilson. And this is Ken Chapman. We are explorers. Are you all okay? Позвольте мне представиться. Я Энди Уилсон. Это Кен Chapman. Мы ученые-исследователи. У вас все хорошо? Yes, but our radio is working. How did you find us? Да, у нас все хорошо, но наше радио не работает. А как вы нас нашли? Мы увидели дым и приехали посмотреть, что происходит. Или, если дословно, что это было. Итак, классика жанра Let me introduce myself. Это очень официально. Это гиперофициально. Просто дальше некуда. Позвольте мне представиться. Дальше все без комментариев. Дальше вот это Explorers. Можно сказать, что это исследователи. Но поскольку у нас есть контекст, это Арктика. И там разве что ученые-исследователи какие-то есть. Других эксплойеров там уже давно нет. Поэтому можно сказать, что это, ну, в общем, ученые-исследующие Арктику. Ну, в общем, тоже можно фантазировать. Но я напишу просто исследователи. А что они там исследуют, это другой вопрос. Значит, наше радио не работает. How did you find us? Как вы нас нашли? Классический вопрос в Past Simple. Никаких неожиданностей. Did state. Все как положено. We came to see. Мы приехали посмотреть или увидеть. Что это было? Здесь, когда переводим, мы говорим просто, что это? Или что такое? Но обращаем внимание, что здесь у нас согласование времен. И это не мудрено. Потому что здесь у нас Past Simple. Здесь у нас тоже Past Simple. А после прошедшего времени может стоять только прошедшее. И поэтому мы не можем ставить здесь What it is. Поэтому поставили It was. We are on our way to the research station. Hop onto our snowmobiles quickly before you freeze to death. Мы едем на исследовательскую станцию. Запрыгивайте в наши аэросани или снегомобили побыстрее. До того, как вы тут до смерти замерзнете. Как мы можем вас отблагодарить? Вы нам жизнь спасли. И теперь у нас три истории, чтобы рассказать про ледники, про аварийную посадку и избавление от ужасного полярного медведя. Итак, значит, обращаем внимание на вот эту фразу. We are on our way. Можно было бы сказать по-другому We are going to. Но going to настолько навязло в зубах. Это, во-первых, а во-вторых, это может быть понято неправильно. Мы собираемся. Одно дело собираемся, другое дело едем. Поэтому здесь мы едем. Или мы на пути. Это вот если совсем дословно. Или мы едем. Как угодно. И далее стоит to. Направление движения. И research station. Исследовательская станция. Далее hop onto. Запрыгивай. Здесь нет никакого подтекста. Очень часто используется. Есть hop into. Есть hop onto. Запрыгивай на. Запрыгивай в машину. На лошадь. Или как здесь в snowmobile. Или как снегомобиль. Правильно. Я не знаю, как лучше переводить снегомобиль. Может быть, aerosunny. Может быть, еще как-то иначе. Не знаю, как лучше. Но, в общем, я переведу снегомобиль. Пусть будет так. Значит, before you freeze to death. Обращаем внимание, что здесь будущее время стоит. До того, как вы до смерти околеете здесь. Но, поскольку у нас стоит before, мы не имеем права дальше ставить will. Поэтому мы ставим present simple. Но принятым имеем в виду будущее время. То есть, они еще живы. Они еще не замерзли. Но, если не поедут, то замерзнут точно. Далее очень интересная фраза вот эта. How can we ever thank you enough? Если дословно как, мы когда-либо сможем вас достаточно отблагодарить. Ну, в общем, много букв, короче. Поэтому при переводе, естественно, все это теряется. Но, тем не менее, когда говорить на английском подобную вещь, можно так сказать how can we ever thank you. Можно без enough, в принципе, обойтись. Можно без ever обойтись, тоже как вариант. How can we thank you enough? Тоже вариант. Это уже по желанию пользователя. Но можно, конечно, и два слова поставить. Но нужно иметь в виду, что они просто усилители. Это служебные слова. Далее все, в принципе, ясно. И мы имеем три рассказа или три истории, чтобы рассказать. В переводе тоже это теряется. Можно просто сказать, у нас теперь есть три истории. To tell можно не переводить, но при переводе на английский, нечто подобное, если мы собираемся рассказать миру или поведать миру три истории, придется говорить вот такую фразу. Crash landing. Аварийная посадка. Escape. Побег. Ну, избавление, скажем так. Здесь будет правильно сказать избавление. Поскольку убежал медведь, они, они... Поэтому побег, говорит, будет некорректно. Избавление. И обращаем внимание на предлоги. From. И от ужасного полярного медведя, который от нас убежал. Вот таким вот образом. Вот такой комикс маленький. Немножко веселенький. Интересненький. Ну, и в плане грамматики, несмотря на всю примитивность, в плане грамматики здесь достаточно много всего. Здесь и модальные глаголы были, и time clauses были, и структуры с present participle были, то есть ходящий, там, смотрящий, говорящий и так далее, исходящий из двигателя дыма и все такое. Ну, и согласование времен было, и future forms у нас было, и, в принципе, много чего интересного было, несмотря на то, что, конечно же, содержание, ну, так себе. Итак, скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео, равно как и скриншот моих художеств. Ссылка на озвучку также будет в описании видео, поскольку к этому комиксу, по-моему, есть озвучка. Ссылка на первый час также в описании видео. Ну, и я еще буду делать упражнения к этому, к этим картинкам, поэтому это будет в следующей части. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.